Детский спорт Этот спортивный зал ремонтировали в первый год существования проекта. Инициатором программы стала советская фигуристка, депутат Госдумы от «Единой России» Ирина Роднина. На модернизацию инфраструктуры и тогда, и сейчас могли претендовать только сельские школы. Для того, чтобы стать участником программы, нужно направить заявку о потребности, о том, как активно работает спортивный клуб в этой школе, что планируется сделать, как участвуют муниципальные бюджеты, муниципалитеты в поддержке программы. И какое количество школьников будет заниматься в результате реализации этого проекта. Но как результативность проекта – это расширение сети школьных спортивных клубов и увеличение количества школьников, которые во внеурочное время занимаются физической культурой и спортом. Вот ежегодно процент детей за счет мероприятий проекта на 4,5-6%. Ежегодно увеличивается процент детей, которые имеют возможность заниматься физкультурой и спортом. В 2014-м в Ивановской области в проект вошли сразу порядка 30 учреждений. В Хромцовском зале заменили окна, покрасили потолки, стены, пол покрыли специальным прорезиненным покрытием, сделали раздевалки и душевые. Затем было принято решение каждый год брать в проект не больше 10-11 школ, чтобы была возможность проводить более масштабные работы. И вот что из этого вышло. В 2018-м на территории Хромцовской школы установили уличную спортплощадку. Она у нас появилась в самом начале года. Как мы пришли в школу, была линейка 1 сентября и на следующий день было открытие площадки, торжественное открытие. После этого на уроке физкультуры мы занимались на этой площадке баскетбол, футбол. Дальше проходил у нас мини-футбол с третьей школой. Ну и в свободное время нам разрешается находиться на этой площадке после школы. На площадке можно играть в баскетбол, волейбол, мини-футбол, делать разминку и готовиться к сдаче норм ГТО. Теперь это любимое место всей молодежи села. В качестве приятного бонуса есть еще спортивное оборудование для младших школьников и тренажеры для детей среднего и старшего звена. Мы все довольны, и дети, и родители, и вообще все жители села. И мы надеемся, что сейчас с установкой данной спортивной площадки у всех наших жителей села стало больше возможностей заниматься физкультурой, спортом, проводить свое свободное время и стремиться к спортивным достижениям. В этом году в регионе отремонтировано 7 залов и установлены 3 площадки. В среднем каждое учреждение получило порядка 2 миллионов рублей федеральных средств и еще софинансирование от региона или района. Например, Ивановский район не пожалел на свою новоталецкую школу 1,4 миллиона рублей. Малый спортивный зал ремонтировали летом. Обновили абсолютно все, включая коммуникации. Занимаются здесь ребята изначального и среднего звена. Все веселенькое, светлое. Зал очень чистый, уютный. Покрышечки вот такие мягенькие. Они даже сейчас уже не боятся куда-то удариться, соприкоснуться с чем-то. Пол, прекрасное покрытие, слышимость в зале хорошая. Стало теплее настолько в зале. Раньше включали вентиляцию дополнительную, колориферы. Теперь этого даже не требуется. Начальные занятия у нас идут баскетболом. Отсюда здесь мы начинаем передачки мяча, волейбольные передачки мяча. Вот до 7 класса просто шикарно. Новоталецкая школа большая. Ее спортивной инфраструктуре могут позавидовать даже крупные образовательные учреждения областного центра. Два спортивных зала, бассейн, уличные спортплощадки, помещения для занятий фитнесом и танцами. Вечером проходят секции по тэквондо, рукопашному бою и настольному теннису. Для нас завершение модернизации этого объекта является очень важным в плане того, что мы получили полноценную базу для преподавания трех уроков физической культуры в неделю. Потому что во многих образовательных учреждениях есть такая проблема, что негде проводить три урока физкультуры. Сейчас у нас два полноценных зала, бассейн плавательный и у нас эта проблема окончательно снимается. Кроме того, улучшились условия для осуществления дополнительного образования. Заявки на участие в проекте детский спорт департамент образования принимает до 23 ноября. А в декабре станут известны школы, которые в 2019 году смогут улучшить свою спортивную инфраструктуру. Уже известно, что область получит порядка 20 миллионов рублей из федерального бюджета на эти цели. Вместе с тем регион уже не первый год просит организаторов расширить географию проекта и включить в него образовательные учреждения малых городов и поселков. Ведь там еще больше детей, а потребность в современных залах и площадках ничуть не меньше. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново, Фурмановский и Ивановские районы.